Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео мы поговорим о еще одной стромально-сосудистой белковой дистрофии, о геоленозе. Геоленоз представляет собой стромально-сосудистую белковую дистрофию, при которой в тканях в результате деструкции волокон, повышения сосудистой проницаемости и пропитывания белками плазмы крови происходит отложение специфического белка геолина. Учитывая, что геоленоз также является дезорганизацией соединительной ткани, развитие данной дистрофии наблюдается как правило в качестве продолжения фибриноидного набухания. Этиологические факторы развития геоленоза соответствуют таковым представленным в отношении дезорганизации соединительной ткани в целом. При этом в качестве наиболее частых можно выделить артериальную гипертензию, различные аутоиммунные инфекционно-аллергические заболевания, некоторые дегенеративно-воспалительные заболевания, а также сахарный диабет. Помимо этого геоленоз может выступать в качестве исхода некроза, а также может развиваться в строме опухолей в качестве их вторичных изменений. В основе патогенеза геоленоза, как и в отношении мукоидного и фибриноидного набухания, лежат механизмы инфильтрации и декомпозиции. На фоне фибриноидного набухания и активного плазматического пропитывания вследствие резкого повышения сосудистой проницаемости продолжается деструкция волокон, пропитывание компонента осветительной ткани белками плазмы крови, иммунными комплексами, липидами и другими соединениями. Более подробный механизм развития геоленоза представлен на схеме. Геоленоз является в следующей стадии дезорганизации соединительной ткани и может развиваться в исходе фибриноидного набухания. На фоне продолжающейся деструкции коллагеновых волокон и нарастающего увеличения проницаемости сосудов микроциркуляторного русла, происходит несколько важных изменений, которые отличают геоленоз от фибриноидного набухания. Во-первых, происходит полная деструкция коллагеновых волокон и первичной структуры белка коллагена. Волокна теряют фибриллярное строение и образуют гомогенную массу. Во-вторых, что применимо к геоленозу сосудов, к образовавшейся белковой массе из фрагментов разрушенного коллагена и фибрина добавляются различные соединения, которые определяют образование того или иного вида геолина. Если основным компонентом, добавляющимся к этой белковой массе, являются белки плазмы, в основном альбумины, такой геолин называют простым. Если в образовании геолина главным образом участвуют иммуноглобулины и иммунные комплексы, такой геолин называют сложным. И, наконец, если в структуре геолина преобладают липиды, главным образом атерогенные липопротеиды низкой и очень низкой плотности, что наблюдается в случае сахарного диабета, такой геолин называют липогеолином. Классификации геолиноза основываются на критериях распространенности, преимущественной локализации и биохимического состава геолина. Так, по критерию распространенности выделяют системный и местный геолиноз, по локализации геолиноз стромы и геолиноз сосудов, а по критерию биохимического состава простой, сложный и липогеолин. Макроскопические изменения зависят от преимущественной локализации поражения, то есть геолиноз сосудов или геолиноз стром. При геолинозе сосудов наиболее выраженные изменения наблюдаются в сосудах таких органов, как почки, головной мозг, поджелудочная железа. Пораженные сосуды приобретают вид плотных стекловидных трубочек, эластичность сосудов снижена. При геолинозе стромы органы имеют плотную консистенцию с белисоватыми полупрозрачными наложениями на капсуле. Геолин откладывается в виде неоднородных белисовато-серых наложений. Ярким примером макроскопических изменений при геолинозе, собственно соединительной ткани, то есть поражением стромы органа главным образом капсулы соединительнотканных перегородок, является так называемая глазурная селезенка. Капсула селезенки утолщена и в некоторых местах как бы покрыта глазурью белисовато-серого цвета. Данные наложения имеют глянцевый вид и являются плотными по консистенции. Микроскопические пучки соединительнотканных волокон набухшие, теряют фибриллярное строение, сливаются в однородную плотную хрящеподобную массу. Массы геолина резко эзинофильны, характеризуются положительной шик-реакцией, а также положительной реакцией с пикрофуксином. Клеточные элементы сдавлены и находятся в состоянии атрофии. На данном микропрепарате представлена селезенка в условиях геленоза стромы. В области капсулы селезенки соединительнотканные пучки набухшие, теряют фибриллярное строение, сливается в однородную плотную массу. Геолин представлен гомогенными резко эзинофильными массами. Еще одним примером стромального геленоза является отложение гомогенных эзинофильных масс, то есть геолиноподобного белка, в дне так называемой колезной язвы. Колезная язва представляет собой хроническую язву с плотными краями вследствие интенсивных процессов разрастания фиброзной грубоволокнистой соединительной ткани и процессов геолиноза. На данном микропрепарате представлен участок почки с изменениями артериол. Данные изменения соответствуют геолинозу. Стенка артериолы утолщена за счет опять-таки наложения гомогенных эзинофильных масс с оттиснением клеточных элементов. На данном микропрепарате представлен тот же участок ткани почки с шик-реакцией. Как видно на представленном микропрепарате, стенки артериол характеризуются резко положительной шик-реакцией, что является характерным для геолина. Геолиноз представляет собой необратимый процесс и, как правило, ведет к атрофии пораженного органа, разрастанию грубого волокнистой соединительной ткани, то есть развитию склероза, а также сопровождается значительным нарушением функции пораженного органа. Таким образом, геолиноз представляет собой необратимую стромально-сосудистую белковую дистрофию и характеризуется отложением в тканях белка, так называемого геолина. Преимущественное значение в развитии геолиноза имеет злокачественная артериальная гипертензия, аллергические и аутоиммунные заболевания, хронические деструктивно-воспалительные состояния и сахарный диабет. При геолинозе происходит дальнейшая деструкция белка с утратой фибриллярного строения, плазматическое пропитывание фибрином, а также другими белками плазмы крови, иммунными комплексами и липидами. Выделяют геолиноз сосудов и геолиноз стром. Макроскопические изменения характеризуются наличием плотных, полупрозрачных масс белесоватого света. Микроскопический геолин представлен гомогенными, резко-эзинофильными, шик-положительными массами. И в завершении видео, которые были посвящены трём стромально-сосудистым дистрофиям, то есть мукоидному набуханию, фибриноидному набуханию и геолинозу, хотелось бы остановиться на ключевых отличиях данных состояний, поскольку они являются последовательными стадиями одного процесса – дезорганизации соединительной ткани, а также имеют общие теологические факторы и патогенетические механизмы. Итак, ключевые отличия. Фибриноидное набухание, в отличие от мукоидного набухания, является необратимым состоянием, что связано с нарушением первичной структуры белка коллагеновых волокон. В патогенезе фибриноидного набухания первостепенное значение также приобретает плазматическое пропитывание и отложение в тканях фибрина. При этом белок всё ещё сохраняет фибриллярное строение. Феномен метахромазии уже отсутствует вследствие распада гликоза миногликана. В свою очередь при гиалинозе, в отличие от фибриноидного набухания, белок теряет фибриллярное строение. Продолжается его деструкция, и он становится гомогенным и резкой азинофильным. Плюс присоединяются другие компоненты, в частности альбумины плазмы крови, иммуноглобулины, иммунные комплексы, липопротеины, а также другие вещества. Редактор субтитров А.Семкин